Нам понадобится паяльник Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я пока еще сама не знаю, что мы точно будем делать. За все сегодня будет отвечать Ирэн, моя гостья, Ирэн Техногик, у которой тоже есть свой канал. И ссылочку я на него обязательно оставлю в описании к этому ролику. Поэтому, Ирэн, расскажи моим подписчикам, что мы сегодня будем делать. Потому что паяльник на моем канале вещь необычная. Значит, я украла у Алены праздник билет. Время. Время украла она у меня для начала. Ну и праздник билет тоже, и не один. Мы его сегодня растворим в ацетоне и сделаем из него вот такое кольцо. Я уже примерила. Мне нравится вот это ядовитого кислотного. Мне тоже нравится ядовитого. Мы, девочки, все любим кислоту. Девочки, такие девочки. Мы будем, значит, растворять карту тройка в ацетоне и получим вот такое вот кольцо, которому можно... Подожди, подожди. Мы сначала получим антенну и читаем. А потом только кольцо. Короче, ребята, я ухожу. Теперь я уже могу сказать, которым мы можем расплачиваться в метро, как обычной картой. Тройка. Ну, кстати, применение много. Например, если в телефоне есть НФЦ, но нету отпечатки. Ты сейчас скажи, что НФЦ есть в телефоне. Но нету отпечатка пальца, то мы можем разблокировать телефон по этому кольцу. Удобненько. Сейчас все и проверим. Итак, с чего начнем? Давай баночку для матери. Я подготовилась, ребята. Нужно перчатку. О, техника безопасная. У тебя же маникюрчик. У меня маникюрчик. И у меня маникюр. Итак, Алена сотворила перчатки. Давай снимем колечки. Девчонки по-другому работать не умеют. Ну, а не мальчики, которые там из-под машины вылезают, вот с такими вот непонятными грязевыми отпечатками на лице. Вообще для кожи ацетон не очень хорошо. Это, в общем, это токсичное вещество. И дышать им тоже не рекомендуется. А для нашей маски. Ладно, мы сегодня делаем пробный выпуск. И если он вам зайдет, обязательно поставьте палец вверх. Тогда мы поймем, что это круто. И будем делать дальше вот подобный трэш на моем канале. Давай. У меня ты безумно пахнет еще очень много. Я уже чувствую, как он пахнет. Да ты даже крышку открыла. Что, ну, Лакс, я в тебе ни разу не стирала, что ли? Блин, когда это было? Я буду передавать вам запахи. Передавай нам пока хвост. Если что, дольем. Сразу давай закроем. Да подожди-ка, мы еще карту не положили. Куда ты закроешь? Давай, давай, доставай карту. Я пока буду держать, что мы... Мы полотной растворим, чтобы конкурент не закроем. Долго мы будем ждать? Не на 30. Серьезно? Да. Блин, нам надо было с вечера начинать готовить. Так. А может побольше? Нет. Она сейчас вот тут. Она смятная, ты мне просто... Давай я вот так вот ванночку закрою. И вот она. Просто, чтобы песни наливать, понимаешь? Лучше сейчас ацетон купить целая проблема. Как спирт в актерии. Просто кто на что учился. Понимаешь ли? Кто-то ацетон купил. Слышишь, он пропал из разных магазинов. Потому что многие как его используют для чего-то нехорошего. Как и спирт. Как и спирт, друзья мои. А как мы будем ее пополнять? Вообще, есть приложение Банк Москвы. Ну, для этого нужен номер как раз-таки. Не знаю. Номер, короче, мы запомнили. Карта растворяется. Примерно 30 минут ей нужно. Мы пока что делаем? Ждем. Итак, полчаса прошло. Наш суп готов. Можно кушать. Ален, неси тарелочки. Теперь вы знаете, как я кушаю, да? Давай без тарелок. Я уже показала, как я ем. Так что, можно и так. Будем вас доставать. Может, нам надо было бумажку какую-нибудь тут постелить? Ну, кстати, вот. Держи. Прям как ассистент. Может, еще чуть-чуть поделись? Давай еще чуть-чуть подержим. Суп не доварили. Еще 5 минут later. Теперь вы знаете, какие мы домохозяйки. Супчик готов. Доктор, пинцет. Это вам. Это мне. Погнали. Ты отвечай за это, я буду отвечать за технику безопасности. Я бы такой супчик есть не стала. С моей повара обидится. Ты что ли? Передадим официату, чтобы он повторил. О, класс. Сошло все идеально. И главное, если это сливать в канализацию, то надо открыть воду, слить и потом еще чуть-чуть подержать воду. Обязательно вместе с водой сливать, чтобы не испортить трубы. И потом еще пролить водой, чтобы опять же не испортить трубы. Кстати, если у вас засор, возможно, он потом не станет. Ну, тогда надо чуть-чуть, чуть-чуть подержать. Слушай, а у нас вот есть ничтение, ничтение прибавляет? Ну, что, нормально. Ну, у нас паяльник есть. Закрываем наше блюдо. Паяльник решает все проблемы. Второе блюдо готовишь ты. Вот и подойдешь. Говно вопрос. В контексте этого супа. Развучит буквально. А с этим мы что будем делать? Сейчас мы возьмем формулу для расчета. У нас есть чип и антенна. Собственно, если мы сейчас предложим NFC. NFC. NFC, да. NFC. Засмеють. Мой английский. Засмеють в комментариях. Так, если мы сейчас поднесем, то мы сочетаем. Баланс не посмотрим. Нам нужно рассчитать индуктивность. Чтобы она была примерно такая же, как у нас у карты. Сейчас мы не пощем. Много, много, много не лей. Хватит? А сейчас хватит? А сейчас? Все хорошо, 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 хорошо. А сейчас приехали? С твоей бумагой. С твоей ручкой. Серьезно? Я что-то не подготовила? Все, давай дневник другой поставим. Давай, и так. Нет, ладно, я пошутила про считаю. Итак, мы убираем все лишнее от карты и оставляем только антенну и сам чип. Желательно в первоначальном его виде, без повреждений. Затем раскручиваем контур. А мы, девочки, аккуратные. В общем, дело далеко не для тех, кто нетерпелив. Если лапки. Если у вас лапки именно, просто не подходите. Нет, то вам нужен паяльник. Если бы мы поддержали карту еще дольше в ацетоне, то лишнее сошло бы гораздо охотнее. Позже вы это как раз-таки увидите. Что тебе нужно отмерить? Ну, вообще, да, надо примерно на месте, где у нас будет 2 сантиметра, чтобы мы будем наматывать. На пальцы, наверное, да? Сейчас будем вычислить число витков. Короче, повторяю, нам нужно скрутить антенну таким образом, чтобы она продолжила работу, с какой бы стороны мы не поднесли к ней телефон. Для этого мы по формуле вычислили число необходимых витков. И запихаем сюда вот в полое отверстие наших болванок подготовленных, которые Ирэн напечатала еще дома на 3D-принтере, потому что она спец по 3D-принтеру. Как давно ты его купила и как долго ты им пользуешься? Года три, может. С трехгодовым стажем, друзья. Как на работу устраивалось. Причем у нас есть, смотрите, чисто круглая бумага. И в форме лайки. Ирэн, тебе никнейм надо было устанавливать на ютюбе гаечка. Возможно. Я сама о таком нике мечтала, долго думала, но потом увидела, что она занята, этот ник занят какой-то малолеткой. Кстати, да, очень обидно бывает, когда малолетка займет твой красивый ник. И дописывай потом всякие непонятные символы. Учитывая диаметр одного витка в 2 сантиметра, мы отмеряли его, как истинные девушки, наматывая на палец. Поэтому погрешность в нашем случае была. Видимо, нам понадобится паяльник. Сейчас зато быстрее накрутишь. Да. Мы порвали антенну. По формуле получилось 26 витков, но по факту вышло всего лишь 19. Так, а 26-й не получается. 19. Поэтому далее мы относительно размера витков стали подгонять их количество. Неоднократно пересчитывали индуктивность по формуле, заново наматывали, проверяли. В общем, процесс, конечно, трудоемкий и нуждается в особенной стойкости и терпении. Так, ты рассказывай подписчикам, что мы сейчас делаем, потому что я не понимаю, чем ты занимаешься. И они наверняка со стороны тоже. Алена предложит в описании к видео онлайн-калькулятор, который рассчитает нам количество витков в зависимости от диаметра и толщины всей нашей конструкции. В данном случае нам нужно намотать 9 витков. Учитывая, что у нас 2 сантиметра диаметра, и вот сбоку у нас получится примерно миллиметр. Как я уже сказала ранее, антенну мы порвали случайно по неаккуратности, поэтому ее нужно заново спаять. Берем, собственно, паяльник, выставляем его на 300 градусов и погнали. Нужно добиться индуктивности примерно такой же, как у телефона. У-у-у, запахло. Клепный гель. Сейчас будем паять обратно то, что я тормала. Хочешь, я буду держать в руках, а ты припаяешь. А вдруг? Вдруг ты мне припаяешь. Ну тогда мы будем с тобой спаянами. Да. Да. Давай, вот это я держу. Давай. Ну так нещупай, потому что-то оно страшно. В этом деле нужна чуть ли не ювелирная точность, учитывая то, что сама антенна и чип очень маленькие, миллиметра 2 всего лишь. Что ж, было волнительно, но мы справились и с этой задачей, правда, перепаивать приходилось несколько раз. Подожди, мне прям очень удобно. Как мне страшно. А мне как страшно. Давай ее чуть-чуть приподнимем, вот эту. Давай тогда вот на железке. Ой, юные паяльщики. Записывайтесь к нам на курс. Мы вас научим, как правильно паять. Приходи сам, проводи друга. Вдвоем дешевле. Наконец-то мы нашли идеальную формулу. Сколько у нас здесь мотков получилось? Понятно. Делали на глаз. Зато главное, что работает идеально. Паяльник, я думаю, можно тоже уже выключить, да? Он нам не приведет. У нас, конечно, все как у настоящих мастеров, которые разбирают технику, а когда пересобирают, то у них остается один болт лишний. Пациент почти готов. Скрутим или спаяем? Давай лучше скрутим. Ну или спаяем? Давай спаяем и скрутим. Давай сначала скрутим, а потом спаяем. Давай. Пока мы занимались первой картой, вторая уже давно размякла, и с ней дела пошли гораздо быстрее. Поэтому просто вот так скрутить этого недостаточно, друзья. С этим и проблемы основные. Ну, конечно, смотря, какого размера там палец. Сколько ты считала, должно быть мотков на сантиметр? Нет, ни сантиметра, ни телефон, я не захотела читать. Ну, то есть, если там палец, допустим, как два твоих, то, может быть, и можно просто скрутить. Смотрите, главное, если вы тоже решите просто закрутить антенну, то она будет работать у вас только под определенным углом, что будет несколько неудобно. А мы же добивались того, чтобы антенна срабатывала на всей площади или хотя бы в той части, где установлен чип, без определенных прикладываний кольца к турникету. Итак, друзья, случилось прекрасное. Мы, наконец-таки, отрезали антенну нужной длины и уже запаковали ее в болваночку в нашу. И Рэм уже даже спаила, спаила, запаяла, запаяла все, запаковала, запечатала. А я вот только приступаю к этому моменту. Мы скрутили антенну, запихнули ее в болванку и закрыли все пластиком с помощью 3D-ручки. Получилось вполне себе неплохо, на мой взгляд, даже аккуратно. Ладно, на самом деле у нас задача была показать, что это в принципе реально. Не было задачи сделать прям нереально круто как-то, да, симпатично. Просто вы можете приложить максимум аккуратизма своего и шлифануть это все сверху, убрать лишние куски пластика и сделать все это максимально красиво, правильно? Ну что, пробуем, наконец-то, давай. Класс, давай свое пробуй. Ребята, наш эксперимент удалился, удалился. Удалился. Давай. Четыре кольца. Ну это просто болваночка. Вот поэтому можно будет еще вставить что-то. А это Ирэн делала дома еще до меня, когда еще меня не было. И оно тоже, тоже работает. Так что эксперимент удался. Еще дочку. Ну и крутышки. Еще дочку. Слушай, я буду это как моднявое, знаешь, сейчас несколько колец можно надеть на один палец. Пили! И вот, блин, вот тут. Да, моднявое, да. В общем, наш эксперимент удался. Вы тоже можете повторить это дома. Главное, не забудьте соблюдать технику безопасности и аккуратнее с паяльником. Что еще надо добавить? Если вам на кассе пополнить баланс этого поездного билета, обязательно расскажите нам об этом в комментариях. Все лайки сегодня Ирэн летят. Не забывайте отмечать ее в комментариях. Всех поцеловали, обняли. Пока. И у меня к вам огромная просьба. Если вы хотите, чтобы на этом канале появлялось больше видео такого формата, ну или, может быть, мы перекочуем на канал КРН, то обязательно отпишитесь также об этом в комментариях. Мы будем только рады генерить для вас подобного рода контент. Ну и вам, я думаю, тоже будет полезно. Для тех, кто сдает физику в этом году. Одиннадцатиклассники, привет! Мы вам все расскажем, по полочкам разложим. Максимально просто, доступно и на примерах.